Приветствую вас, мои дорогие любители пневматического оружия. Август месяц в Российской Федерации у нас традиционно не очень хороший месяц, однако я думаю, что для любителей пневматического оружия этот месяц в этом году будет достаточно радостный. В одном из прошлых видео мы представили на ваш суд, так сказать, презентовали новинку на рынке пневматического оружия с предварительной накачкой. Пневматическую винтовку «Роментон» от компании «Крал Армс». Она у нас шла в калибре 5,5 мм, сейчас она будет идти пока что только в калибре 5,5 мм. И на наш скромный взгляд эта винтовка является самой дешевой в Российской Федерации, серийно производимой винтовкой в калибре 5,5 мм. То есть заводская винтовка в калибре 5,5 мм, которая еще и стреляет из коробки. То есть в принципе с ней ничего делать не надо, она достаточно неплохие показатели выдает из коробки. И при этом цена ее очень даже весьма-весьма бюджетная, я думаю, что будет очень всем интересно. Я думаю, в следующем, в одном из следующих видео мы эту винтовку, она сейчас, именно про «Роментон» я сейчас говорю, она будет разогнана нами, она уже в процессе, так сказать, работы идет над ней активно. Я думаю, мы в ближайшее время вам покажем по максимальным мощностям, что она может. Но сейчас не об этом. Сейчас, дорогие друзья, у нас будет очередная, так сказать, радостная новость. Мы представляем очередную новинку от компании «Крал Армс» на рынке пневматического оружия в России. И это прям вот то, что я думаю, нужно. Даже я, наверное, эту штуку возьму сам себе, и она будет очень интересна для очень многих, я думаю. Особенно для охотников. Не будем далеко углубляться, не буду вас мучить, давайте начнем. Я сегодня один, у меня нет сегодня оператора моего, поэтому я сегодня снимаю со штатива, уж извините, как могу. Так, дорогие друзья, я сейчас наклоню, собственно говоря, саму камеру. Итак, ну, собственно говоря, как мы видим, уже здесь, это всеми нам знакомый кейс, который идет для старших моделей. Вот, давайте его откроем и посмотрим, что же там внутри. У нас внутри вот такая вот модель от новинка от компании «Крал Армс», которая у нас называется «Крал Панчер Макси Джамбо НП500». Вот такое длинное название, да, «Крал Панчер Макси Джамбо НП500». Давайте мы сначала посмотрим по ее комплектации и затем мы, собственно говоря, переключимся на саму винтовку. Итак, комплектация. Комплектация у нас, в принципе, стандартная. Ну, кейс, как мы видим, да, мягенький. Пластиковый жесткий кейс, внутри мягкая у нас, все хорошо. Так, два магазина идет в комплекте, того калибра, который идет, значит... А, кстати, это винтовка конкретно 6,35 калибром. Заправочный штуцер, вот, с обратным клапаном такой вот. Есть специальный, который идет на все старшие модели. И шестигранник, собственно говоря, вот один шестигранник для выкручивания, для смены вот этого вот поворотного клапана. Вот нам досталась винтовка, собственно говоря, без поворотного клапана, который нормализует ее, скажем так, да. Но, на самом деле, у нас винтовка идет только что с сертификацией, поэтому, естественно, во всех комплектах он будет лежать. У нас просто его нет, потому что это вот сертификационная винтовка, фактически, вот она приехала только от сертификаторов. Тут и не может быть в ней, собственно говоря, этого поворотного клапана нужного, но он будет однозначно. Итак, дорогие друзья, давайте мы саму винтовку извлечем. Отставим у нас этот кейсик. И рассмотрим саму винтовочку, наконец-то. Ну, собственно говоря, как мы видим, очень интересный у нее форм-фактор. Это такой форм-фактор карабина, укороченного карабином. Тактическая у нее, ну, можно сказать, тактического карабина, но при этом у нее, у этого изделия, у этой винтовки достаточно большой резервуар колбовый. Что говорит о том, что будет огромное количество выстрелов. Вот. Ложа, обратите внимание, вот такое вот интересное сделано из пластика. Пластик очень хороший по качеству. Вот, очень качественный, на мой взгляд. Вот, рукоятки тут аровского типа, как ар-15. Но, к сожалению, вот тут недодумали, на мой взгляд, недодумка такая у наших коллег, у наших партнеров турецких. Вот, рукоятка сама по себе несъемная. То есть, поменять ее нельзя, хотя можно было бы, на мой взгляд, проще сделать, значит, здесь вот выхлоп, выход под рукоятку ар. Их огромное количество всяких разных продается, и можно поставить самую дешевую, чтобы потом клиент мог менять на ту, которая ему больше под руку подходит. Ну, ладно, это не так важно. Самое интересное, что в целом, как бы, ложа сама вот эта вот коробка, она очень напоминает, действительно, я неоднократно держал в руках настоящую там арку, вот, американскую модель огнестрельного оружия серии R. И вот, соответственно, даже вот, обратите внимание, сделан такой имитатор переводчика огня, вот, который находится действительно у арки настоящей. Здесь, естественно, здесь ничего не поворачивается, это просто пластик такой сделан, ну, вот, как бы, тем не менее, выглядит очень, очень даже интересно. Вот, шахта тут такая сделана, вот, под магазин, ну, имитация шахты под магазин, ну, которой нету тут, в этом месте крепления идет, собственно говоря, ложек ствольной коробки. Вот, ну, вот, обратите внимание, внизу у нас находится вот здесь вот заправочный порт и манометр. Манометр очень хорошо сделан, то есть заправочный порт надежнейшим образом спрятан внутри вот этого пластика, вот, он не особьется, так же, как и манометр, не оторвется, ничего с ним не будет, ну, максимально, что может, это какое-то загрязнение на нем быть, если вы там уроните ее куда-нибудь в грязь, все остальное это достаточно безопасно. Вот, по поводу, вот здесь вот, как мы видим, имеется несъемная ласта, ой, не ласта, извините, а вивер несъемный такой, и, как мы видим, вот здесь вот имеет место быть отметка под, дырка под, значит, установку либо дополнительного вивера, либо под установку, значит, чего у нас под установку-то, под установку как-либо навесного оборудования, под установку антабки и так далее и тому подобное. Вот, да, кстати, хотел один момент, забыл сказать, вот, сам первый раз из такого, поэтому, извините, друзья, мне идет еще вот такая штука, это тактическая рукоятка, вот, то есть, по идее, вот тактическую рукоятку вот таким вот образом можно одеть на вот этот вот вивер несъемный, и будет у вас такой вот прям совсем тактический карабинчик, вот, который вот при необходимости будет очень легко управляться, вот, и это одновременно, естественно, то есть, мы это, как бы уже видели в предыдущем видео, это стандартная схема, то есть, это тактическая рукоятка, она раздвигается и превращается в сошки, вот, это забыл, да, сказать, собственно говоря, что есть. Так, теперь, дорогие друзья, давайте мы посмотрим. В целом, это, как я уже говорил, это укороченный карабин, вот, сейчас мы снимем с него, вот, обратите внимание, имеет он ствольный кожух, ствольный кожух здесь тоньше, чем у модели, допустим, Джамбо, или у моделей того же Роментона, да, ствольный кожух здесь тоньше. Сейчас мы его попытаемся снять, вот, я не уверен, что у нас это получится, и, как правило, достаточно сильно закручивают наши турецкие партнеры эти штуки все, ну, по крайней мере, попробуем, постараемся, что это сделать. Так, давайте мы попробуем снять сначала надульник ствольного кожуха, он снимается достаточно легко, вот, и вот, обратите внимание, отсюда торчит ствол сразу, вот, который, ну, вывешен, вот, мы видим, что он отгибается чуть-чуть, он вывешен, вот, ну, за счет центрующей, ну, пробки, собственно говоря, которые центруют его, ну, вот, он может быть, там, внутри резьба нарезана на нее, вот, он, получается, как бы, так, условно вывешен, на него можно, естественно, накрутить модератор, вот, тогда он будет, как бы, еще и натянутый, получается, вот, то есть, если вы модератор закрутили посильнее, вот, он, получается, как натянутый внутри ствольного кожуха, вот, ну, наверное, ствольный кожух мне все-таки не удастся снять сейчас, просто из-за того, что он совсем, как мы видим, короткий, то есть ствольный кожух войдет вровень с, фактически, с колбой, с колбовым резервуаром по длине, поэтому у меня нет, вот, как бы, возможности усилия его открутить, надо снимать колбу, чтобы его снять, ну, давайте мы так попробуем замерить длину ствола у него, сразу понятно, что ствол здесь у нас идет короче, чем в любых стандартных винтовках крал, значит, ну, давайте мы замерим его просто, вот, открутим сейчас еще раз наконечник ствольного кожуха и замерим его по ствольной коробке 40405 мм, 406, если совсем быть точным, 406 мм длина ствола, вот, то есть очень такой коротенький весьма-весьма стволик, но это, я не думаю, что сильно ухудшит его технические характеристики, что касается самой ствольной коробки, ствольная коробка здесь стандартная, обратите внимание здесь на рукоять, то есть рукоятка здесь такая, как с нижним выходом, то есть такая, которая стоит на старших моделях рукояткового заведения-взведения, здесь такое же, как всегда, биатлонная, стандартная, ничего не поменялось, предохранитель на своем месте, все прекрасно, все замечательно у нас, вот, холостой выстрел сделаем, что еще, колба, о колбе, колба у нас здесь очень большая, то есть максимального объема, который здесь есть, это 0,5 литра, пол-литровая колба, вот, максимальное давление у нее 250 бар, не 200, а 250, вот, что весьма-весьма радует, давайте снимем, снимем ложе и посмотрим, что же у нее внутри, что же у этого аппарата внутри, не думаю, что там что-то новое будет у нас, но, тем не менее, для всех будет интересно, снимаем, так, ну да, ничего нового тут не придумали, стоит у нас тут, правда, радостная весть, очень хорошо, это стоит здесь двушептальная схема, то есть не одношептальная, а двушептальная, что говорит о чем, что сюда можно поставить любую мощность боевой пружины, пусть будет такой же мягкий, как, собственно говоря, всегда. Уже знакомая нам Z-образный переходник, Z-образная, да, Z-образная клапанная группа, вот она, значит, заправочный клапан, соответственно, манометр, предохранительная, у нас здесь мембранка стоит под уже знакомой нам пробкой, вот, все остальное, собственно говоря, точно такое, как в Джамбу, в Немезисе и вот в старших моделях, кроме того, что здесь давление 250, то есть, соответственно, и предохранительная мембрана на 250, я так понимаю, рассчитана, вот, сейчас давления, к сожалению, нету, ну, практически, как она пришла, тут меньше 100, вот, ну, тем не менее, вот она, вот, написано на резервуаре 250 нужно максимум, и проверочная тут у нас 375 бар, вот, все это указано на, ну, наверное, не видно, ну, вот, попытаюсь вам показать, вот здесь вот все это нанесено на колбе. Колба алюминиевая, вот, да, ну, даже на колбе тут, вот, извините, написано, что 250 максимум, вот оно, оно, как бы, здесь это все написано, это уже интересно. Так, что касается, ну, собственно, мы здесь все рассмотрели, здесь особо ничего рассматривать не надо, спортивный УСМ, то есть, спортивный крючок стоит регулируемый, вправо-влево усилие, естественно, регулируется, двушептальник, я уже говорил, схема. Продолжаем. Ну, из нового здесь, понятное дело, что? Из нового здесь ложа, как я уже говорил, два минуса, какой я вижу. Ложа очень легкая, очень легкая, то есть, ложа само по себе весит, ну, сейчас я взвешу его, потом мы взвесим саму винтовку, а ложа здесь весит... Так, безменчик... Грамма... Ложа весит 700 граммов. Вот, всего-навсего из них львиная доля, это идет вот такой вот у нас красивый приклад. Вот, приклад у нас регулируемый, вот, регулируемый, причем как по длине, то есть, он вот таким вот образом вперед-назад двигается, вот, как мы видим, да, то есть, можно его коротко сделать, на короткие, можно только путем нажатия раздвинуть его, вот, и плюс еще регулируется вверх-вниз он, вот таким вот образом, то есть, щека уходит, она регулируется вверх-вниз. Приклад очень-очень симпатичный, очень хорошо сделанный, но, как я уже говорил, я вижу здесь вот во всем вот в этом вот очень все качественно, хорошо сделано, за исключением двух вещей, но это уже, опять же, вот, технологии производства и стоимости. Вот, то, что здесь сделана неотъемная рукоять, вот здесь вот, то есть, можно было сделать съемную рукоять, чтобы можно было их менять, и вот здесь вот сам приклад, то есть, шток вот этого приклада, арочного, ну, прям вот труба вот которая, она здесь вот на такой вот шпилечке, вот, такой хреновенькой трубочке, шпилечке, вот она, она крепится, она не поворотная и не съемная, то есть, не быстросъемная, можно было бы сделать хотя бы быстросъемную, ладно, не надо делать поворотную, хотя бы быстросъемную, Съемную можно было бы сделать. Я думаю, что мы это сделаем в ближайшее время однозначно, потому что это требует общественности и понимания самой идеи мини-карабина, чтобы здесь стоял поворотный приклад, откидывающийся, который можно было бы откинуть в тактическом варианте, в тактических условиях. Все остальное здесь, сам приклад здесь отличный. Такие, насколько я знаю, они ставят на свои, это огнестрельный приклад, такие на тактические карабины они ставят на свои, которые огнестрельные, они производят компания Крол Армс. Вот, значит, ну по поводу самой винта, самого приклада, наверное, все. Вот, значит, давайте мы соберем обратно, по-быстренькому. Вот. Разгоняется он, я думаю, так же, как Джамбо. Ну, поменьше чуть-чуть, потому что ствол все-таки покороче, но тем не менее, как бы, очень-очень интересно. Так, давайте соберем. Так, чтобы он не хочет собираться у нас. А, я его просто до конца не вставил. Ага, вот, сейчас. Так, и потом, и после этого, значит, я сейчас соберу, мы его взвесим, длину его общую попробуем сделать. Вот. Вот, все. Кажется, теперь не все. А, вот, все, да. Что-нибудь вперед подвинуть. Так, собрали. Замечательно. Так, итак, общая длина изделия у нас с максимальным, то есть, максимальная длина, это максимально выдвинутый приклад у нас идет. Сейчас я его на максимум выдвину, вот так вот. Итого, максимальная длина изделия у нас составляет 860 миллиметров, то есть, 86 сантиметров. Вот, всего-навсего, это очень компактно. Длина, допустим, если мы все-таки приклад будем, не будем учитывать, длина без приклада составляет 575 миллиметров. Вот, по эту вот зону, так сказать, по эту отметку. Вес, 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 вес. Сейчас мы взвесим его замечательным образом. Так, вес в граммах. Так, сейчас безмен свой включу электронный. Так, вот, есть. Весим его вот здесь вот за приклад, чтобы у нас все было по-честному. Так, вот, что-то у меня опять не работает. Что-то у меня опять не работает, рассыпается. Все старое. Безмен даже старый. Секунду. Вот, вот заработал. Так, вот, да. Заработал он и взвешиваем его. Общий вес винтовки составляет всего 2960 граммов. Это очень-очень даже мало, я думаю. Значит, что касается еще облегчения. Ну, естественно, как я уже говорил, всегда можно поставить сюда колбу, облегченную кевларву. Она достаточно дорогостоящей удовольствием, то есть она там на Алиэкспрессе стоит порядка 8000 рублей на август. Вот, вчера смотрел буквально на август 2019 года. Но, тем не менее, вот, естественно, львиная доля, ну, не львиная доля, 80% веса – это вот эта вот колба. Все остальное здесь практически ничего не весит. Если колбу поменять, то это будет просто огонь, она будет весить, там, 2 килограмма от силы. Система запирания магазина, ну, система установки, точнее, магазина здесь такая же, как на стандартных кралах, то есть на Максе, не как на Раменте. На Раменте у нас идет отдельно. Вот, система установки здесь такой же пропил внутри, вот здесь вот на внешней стороне ствольной коробки, внутри гнезда и, собственно говоря, вот на дульной части, точнее, ствольной коробки. Вот здесь у нас идет пропил, куда устанавливается магазин. То же самое, поворотный клапан перепуска, который заменяется при необходимости, как я говорил, он будет идти в комплекте однозначно, и мы его положим, вернее, будут класть уже производители. Собственно, наверное, все. Что касается личных ощущений, давайте я сейчас себя покажу. Личные ощущения. Я себе точно ее возьму. Лично для своих нужд. Компактная, очень удобная. Вот такой вот в сложенном виде. Вообще идеальный вариант для стрельбы из машины. Просто идеальный. Климаторник поставил. Не нужна никакая оптика. То есть, если, в принципе, конечно, удлинить ее сильно, то можно там выдвинуть сильно. Ее можно поставить и как бы в оптический прицел. Ну, вот лично для меня вот климаторничек и прям идеальная штучка. Короткая, удобная. Поменял колбу. Вообще ничего не будет весить. Очень хорошая, очень прикладистая. Очень мне нравится она. Прям для меня лично она прям огнище такое. Прям вот класс. Вот. Единственное, на мой взгляд, опять же, это опять же с этой колбой. У нее не очень хорошая развесовка. То есть, поскольку ствол короткий, вот, колба длинная наоборот. То есть, у нее центр тяжести находится вот здесь вот. Вот прям вот где, где заканчивается вот ложа, где находится вот этот вот. Будет сюда крепиться тактическую рукояти. Вот как раз с тактической рукояти будет очень удобно. То есть, вот это прям идеально. Ну, я не люблю эти все обвесы. Они цепляются за все и все такое прочее. Поэтому, на мой взгляд, если колбу поменять, развесовка уйдет назад. Вот. И будет вообще просто класс. Вот прям идеальный вариант. И, естественно, мы обязательно сделаем, обязательно сделаем сюда поворотный приклад. То есть, это прям будет у нас следующая научно-исследовательская, опытно-конструкторская работа. Мы сюда поставим поворотник. На этом прикладе, на родном мы сделаем или возьмем арочный приклад обычный. Вот. И чтобы он вот складывался. Вот. Замечательно было. Очень удобно. Очень хорошо. Крайне рекомендую. Цена. Цена у нее где-то там порядка 35 тысяч на август. Ну, это розничная цена у нас, по крайней мере. Опять же, цена зависит от каждого индивидуального случая продавца. То есть, насколько он жаден у нас на 35. Стрелять, как она будет? Я думаю, что стрелять она будет точно так же, как джамбу. Минус где-то 10 метров в секунду примерно из-за длины ствола. И то, опять же, как ее там разгонять, посмотреть. Вот прям очень удобно. Даже вот так вот держать очень удобно. Здесь взялся, воткнул его в плечо и прям веди. Очень хорошая штука. Вот, дорогие друзья, посмотрели мы еще раз. Крал Джамбо Панчер... Крал Панчер Макси Джамбо НП-500. Не выговорить. Но, тем не менее, просто Джамбо НП-500. Всем рекомендуем. Отличный охотничий аппарат. Для машины, для ходовой. Просто идеал. Количество выстрелов, разгон и все остальное, там через 2-3 видео посмотрим. Постреляем. Уверен, что будет просто восторг. Дорогие друзья, меня зовут Александр. Подписывайтесь на наш канал. Стреляйте, попадайте. Пока!